Всем привет, друзья! С вами Нильфгорн, это игра Portal Knights, и мы продолжаем играть. Хотелось бы сразу показать вам, что я здесь сделал. Я немножечко, так скажем, приукрасил, приукрасил наш городок, или как-то так, даже не знаю, наше поселение, наверное. Ну-ка, давай-давай-давай-давай, наваляем тебе! И тебе наваляем, и тебе тоже наваляем. Так, всё это забираем. Давай, давай-давай-давай-давай, умри! Отлично! На самом деле, здесь нужно расставить специальные блоки, чтобы не спавнились монстры. И, как видите, я здесь каждой серии буду что-то строить, чтобы, ну, как-то было немножечко интереснее. Я здесь немножечко расширил огород. Плюс вот здесь вот сделал такой проход, пока он никуда не ведёт, но внизу я, наверное, тоже какое-то что-то типа подвала сделаю, или что-то типа такого. Здесь у меня будет морковка расти, потому что морковка нужна для следующего крафта, для следующего развития. Это... Сейчас давайте просто посмотрим даже бутылочки. Это, по-моему, где-то вот здесь вот. Вот так вот. Вот. Вот видите, морковка нужна. То есть, допустим, здесь вот уже нужны пальмовый плод какой-то. Здесь, допустим, вообще пурпурные ягоды и огнеягоды нужны. То есть, и каждая бутылочка с каждым разом. Вот 220, допустим, самая первая, 130 добавляет. И, в принципе, скоро мне придётся уже, придётся делать, придётся крафтить эти предметы. Давайте же посмотрим, что мы сегодня можем посмотреть. Во-первых, вот какое-то событие, вспышка эпидемии. Давайте сходим и посмотрим. Но для начала, если вам нравится видео по этой замечательной игре, то ставьте лайки. 200 лайков набираем, и я сажусь, начинаю делать новый выпуск. Так что всё зависит от вас. Не жалейте, это всего лишь один клик. Посмотрите, я телепортнулся сюда, и здесь сразу появились задания. Здесь охота на врага, качающийся цветок. Вспышка эпидемии, неизвестная форма жизни, победить ноли с пяти. Вон, видите такие вот цветки. Ну или даже не цветки, что это такое? Блин, интересно. Давайте посмотрим. Во-первых, я не знаю, какого они левела. А ну-ка. Девятого? Серьёзно? Хотя, в принципе, их можно убивать. Ну нет, ребятки, нет. Опа. Нифига себе, а чё они какие зверские? Да, блин. Их прям замучишься, замучишься убивать, но интересно, что дадут. Вот, вот что очень интересно. Блин, они прям такие, ну, жутковатые, я бы вам сказал. Честно говоря-то. Блин. Тут надо как-то прям очень-очень-очень-очень аккуратно их убивать. И похоже, это будет долго, поэтому, наверное, давайте, знаете что? Я, когда их всех перебью, то вернусь. Хотя скоро левел, блин. Давай, 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 давай. Так. 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 Блин, надо тут их как бы аккуратно убивать, потому что они прям вот чуть-чуть, и всё, и тебя сразу уже карают. Так что скоро вернусь. Ребят, не всё так просто. Не всё так просто. Меня просто убивают. Посмотрите, у них куча магии. Это красные, они просто дрались. А все остальные, они пуляются магией. И, как видите, не так всё просто. Они прям... А-а-а-а. Жесть какая-то. Просто... Давай. Притом... Притом... Ну, как бы у меня... Я, конечно, могу вот так вот их убивать. Йоу. Да, блин. Они прям... А-а-а. Вы видите... Вы видите... Невероятно... Быстро, мощно... Просто расстреливают. Жесть какая-то. Что ж я вам скажу, это... Просто нереально потное задание, которое вот нам дали. То есть... Типа, убить вот этих вот по пять штук. Это нереально сложно. Вы не представляете, насколько... Сколько боли я... Да, блин. Сколько боли я здесь... Получил. Я умираю уже раз, наверное, шестое. Во-первых, проблема в том, что... Локация. Локация. То есть... Локация не позволяет нормально воевать. То есть вы не можете... Вы не можете нормально уворачиваться. Вы постоянно цепляетесь где-то. Ещё что-то. То есть... Постоянно персонаж сам тупит. То есть он... Он постоянно... Вот... Всё, по-моему, последнее. И что же... Что же я получил? Новый уровень. Всё? Серьёзно? Я получил... Нет, стоп, 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 стоп. Я получил вот такое лавовое живое существо. Да, и если я не ошибаюсь, это... Да, это персонаж. То есть это пет с нами теперь такой будет ходить. Блин, вот это... Вот это круто. Опыт, который я получил... Ну, не знаю, круто ли это или не круто. Это уже решать вам. Но, честно скажу, это было очень-очень тяжело. Я потратил очень много всего. Я потратил... Я скрафтил бутылки из моркови. Да, то есть я... Сделал блатные бутылки. Ману, магию. Я... Чё только здесь не творил. Все топоры потратил. О, господи. Дальше, что я хотел бы показать. Вот в этом мире есть тупиковый... Тупиковый мир, да? То есть мир, который никуда не ведет дальше. Но давайте сходим в него и посмотрим, что же он нам даст. Вот портал включили. Ну что ж, побежали. Сады Орсона. Уровень 9. И здесь, в принципе... О, ребята, посмотрите, что здесь. 1.8. Капомго. Огненный рорк. Малый аракту. Аракту. Маговая личинка. Мини-дракон. Подрывник. Хм, забавно. Алибарство игры. Пшеничное поле. И живительный изумруд. Медная руда. Вот живительный рис... Вот этот изумруд, он... Для чего вообще он нужен? Он для следующего уровня магии. То есть мы можем скрафтить себе новые уровни магии. Но давайте посмотрим в этом мире походе... Вау, чувак какой-то наркоман. Здорово! Он торгует чем-то. Как тебе запах свежей древесины, а? Давай посмотрим, чем торгуешь. Табуретками, стульями, большой книжный шкаф. Ну, что-то несерьезная торговля. При том, что я вот здесь все, что у него есть, могу собрать, да? Серьезно. Мне даже жалко. То есть я реально могу здесь все собрать и установить у себя. Блин, мне жалко его, потому что он думает, что он может мне что-то продать. Блин, это что за хрень такая? Посмотрите там. Давайте вот этого Капонга. Это маг. Ребят, я его уже стрич... Воу. Он с молниями. Блин, довольно-таки мощный. Довольно-таки мощный. Ну-ка. Да добивай ты его. Есть, отлично. Мне на самом деле интересен вот этот. Этих магов я стрич... Блин, нет. Черт, черт, черт. Они сразу вдвоем. Ну, вы серьезно, что ли? Ну, конечно же. Куда так просто... Чтоб я просто так... Ну-ка, давай. Единственная проблема это в том, что непонятно, когда он стреляет. Да, то есть... Сейчас он телепортнется. Сейчас опять выстрелит. Да, отлично. На самом деле комбинация всех врагов здесь очень проста. Да, то есть... Ее, если мы вычисляем, то все становится на круги своя и очень легко их убивать. Льняная ткань, кстати, с них падает. Давайте-ка этого завалим. Дядьку, ну-ка, ну-ка. Огненный рорк. Воу, воу, воу. Он еще и огнен. Иммунитет в стоечку стал. Ну-ка, ну-ка, давай. Здесь я спокойно могу... Здесь я могу драться спокойно. Ну, все. Как видите... Бой вообще простецкий. То есть он в стоечку. Удар двумя руками. Опять в стоечку. Интересно, у него вторая стадия какая-нибудь есть. 63-63. Воу, 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 воу. Видите, он что-то взбесился. Ну-ка, давай. Я тоже могу взбеситься. Что ты мне тут... Опять он, смотрите, включил это бешенство. Давай, давай. Я так понимаю, если он по мне попадет, то там все, кирдык будет. Один удар и все. Ну-ка, ну-ка. Давай, 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 давай. Ладно, окей. Ну, в начале, я думаю, что дальше может быть все сложнее быть. Но здесь в начале монстры, конечно, ну так, реально. Просто мне его приходится долго мучить, потому что он 9-й левел. Но у него, смотрите, огненный дух. Три бомбы выпало. Шикарно, шикарно. Что же, по сути, этот огненный сырец, вот этот вот, точнее, не огненный, рубин, в общем, вот этот зеленый, нужно, конечно же, собрать их как можно больше. Но я могу сразу сказать вам, что я, конечно же, вас не буду этим мучить. Я их соберу за кадром. Так что об этом можете не беспокоиться. Также мне еще нужно будет морковки очень много. Но давайте еще поищем, потому что, поищем, что в этом мире есть. Потому что вот там вот вроде бы наверху что-то было. Если мне не изменяет память. Ну, или мне не показалось, надеюсь. Ну-ка, давайте вот здесь вот сейчас протиснемся. Так. Морковка. Морковке нужно прям вообще... По-моему, там вот наверху что-то точно было. Так, ну-ка. Да, ну там вот я вижу. И это, по-моему, если я не ошибаюсь, это, по-моему, спуск. Да, в данжик. Так что давайте наверх поднимусь и вернусь. Так, я уже тут. И посмотрите, вот видите, закрыто, да, как бы так все, ну, забаррикадировано, да, что ли. Но есть, есть, есть нюансы. Если мы здесь скопаем вот так вот, то, как видите, туда куда-то падают блоки. Так что здесь, хоп, и вот такой вот проход есть. Давайте спустимся аккуратненько. Блин, клевые вот эти вот блоки, вообще клевские, да. То есть, их как... Оцелок, давайте заточим оружие. Их использовать как освещение у себя на базе прям потрясающе. На самом деле, я таким образом и собираюсь освещать базу. Оп-оп-оп. Просто буду разбирать в данжах освещение. Вот и все. Кстати, вот с этих вот падает мана. То есть, они, как видите, ману можно использовать таким образом. Круто. Теперь, ммм, довольно-таки... О-па-па. Громоглаз. Ну, понятно дело, что он делает. Бьет молнии и... Целебный свиток. Вот это круто. Целебный свиток мне вообще пригодится. Потому что с... Эээ... Лечением с бутылками вообще проблемы какие-то. Прям вот серьезно. Так, скелет. Глаз. Ну-ка, давай. Да, блин. С бутылками здесь... В общем, бутылки уходят прям на раз-два, ребят. Поэтому приходится как-то выкручиваться. Крафтить, похоже, придется очень много. Потому что враги... Ну, как бы это сказать... Намного сложнее стали, чем раньше было. То есть, сейчас вот... Как-то чувствуется вот эта сложность, да? Вот, блин. Чувствуется какая-то эпичность, да, врагов. Вот так вот. Можно выразиться. Так, ну-ка. Давай, спускайся, спускайся. Ну, хотя бы ты и давай спустись. Давай, ну же. Они еще на таком довольно-таки приличном расстоянии от друг друга, да? Давай, я тебя так добью. Есть, отлично. Отлично. На самом деле, надо посмотреть другое оружие. Может быть, молотки, топоры и молоты, может быть, будут более актуальны. Воу. Блин, как же круто здесь вода реализована. Серьезно. То есть, понимаете, в чем прикол? Она сейчас здесь все затапливает. То есть... А, нет. Нет, нет. Тут, скорее всего, дренажные... Видите, куда-то сливается. Значит, дренажные трубы есть. Блин, я надеюсь, что потом со временем можно будет крафтить вот эти вот источники воды. И как-то... Как-то с ними... Ну, базу раскачивать, не знаю. Ну, давай, спускайся. Вот это вот, конечно, раздражает. То есть, он залетает, и ты просто тупо ждешь. Когда раньше в старых версиях можно было пользоваться и... И луком, и магической палочкой просто урон не был таким большим. Потому что вы, как бы, не были магом или лучником. Тогда было легче. То есть, переключались на лук, и все. А сейчас, блин, просто страдания какие-то. Но я думаю, если бы я был лучником или магом, я бы говорил, что страдания убивать в ближнем... В ближнем бою кого-либо. Так, ну что же. Сейчас, на самом деле, я добуду вот этот зеленый рубин. И мы продолжим крафтить себе новую магию. Так, ну что ж, я вернулся. Немножечко, немножечко я собрал. 75 штук вроде бы у меня есть. Так, здесь у нас много чего есть. В общем, давайте посмотрим сначала, чего нам понадобится. Это новая магия. И самая грамотная магия – это лечение. Поэтому делаем пыльцу, живительную пыльцу. Четыре штуки. Так, она у нас вроде бы здесь. Так, раз, два, три. Почему три, сейчас скажу. Нет, показалось, да, показалось, что как будто бы еще было. Так, здесь давайте пока что вот так вот разложимся. Да, вот эту, вот эту воду, агава. И все эти материалы можно пока что... Стоп, 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 стоп. Мы же можем бутылочку уже скрафтить, наверное, да? Так, давайте посмотрим. Ну-ка. Ну, здесь вот нужна вода, да? То есть она всегда будет... Вода будет нужна везде и всегда. Поэтому воды нужно будет очень много. Но она и добывается, в принципе, очень легко. Так, две бутылочки есть хотя бы. Так, и агава нужна для магии. Отлично. Так, можно сразу фрукты, овощи и тому подобное сюда сложить. Стоп, пешенька. У меня 20 ягод, поэтому я же могу скрафтить еще такие бутылочки, хотя бы 7 штук. Ну, не хотя бы, на самом деле это очень круто. Так, теперь давайте разложимся, разложимся и еще раз разложимся. Так. Так, вот эту вот большую свечу нужно будет куда-то поставить. Кстати, я выбил еще фляжку. Магический защит снижает получаемый урон. Это заклинание на 20%. Это на самом деле круто. Ну, и давайте последний ингредиент скрафтим. Это вот это, чтобы сделать себе новую магию. Магию лечения. И это, кстати, очень-очень-очень-очень круто. Делаем магию лечения. Сокрушающий скачок. В принципе, прикольная штука, но... 120 магии используются и что-то как-то, честно говоря, мне не хочется ее использовать. Дальше давайте посмотрим. Смотрите, в принципе, я могу... То есть, видите, здесь нет ограничений. Я вполне могу использовать магический плащ. То есть, вместо того, чтобы, допустим, одеть свой, который что-то у меня, восстанавливает здоровье, я могу использовать на восстановление маны, да, к примеру. Или вот этот вот, просто восстановление маны. Или лучше вот этот, конечно же. По поводу здоровья... Ну, в общем, тут такой вот момент, что лучше, да, использовать. Может быть, сейчас еще круче есть плащ, который я уже могу сделать для себя. Допустим, а... А его нету. У меня всего лишь один плащ только есть, и все. Волшебное кольцо, защищающее от огня, плюс 30 маны. 35 маны, точнее. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. А у меня какое? Да, у меня как раз-таки вот это вот. Так что, блин, я думаю, что можно вот этот плащик-то скрафтить. А для него нужна всего лишь льняная ткань. Ну, не всего лишь, на самом деле, льняная ткань делается из льна. И льна у меня пока что нету. И до него я еще не дошел. Ребят, в некоторых местах я, конечно же, вам не буду показывать прям все биомы. Потому что в каких-то мы уже были. Но в некоторых биомах есть новые разнообразные данжи, события, квесты или еще что-нибудь. К примеру, вот в этом биомчике, вот в этом вот, да, я нашел вот такую вот девочку, которая пытается копать в воздух. Но самый прикол, что с ней можно торговать. И она нам может, в принципе, продать, я так понимаю, вообще семя рубинового дерева. Пружинного дерева. Я так понимаю, в общем, все семена. Вообще практически все. То есть семена пшеницы, кактуса, агавы, тыквы, альбастового куста, изумрудного дерева. Зато здесь нету картошки. Картошки вот здесь нету. Так что, в принципе, здесь можно довольно-таки интересно торговать. Торговцев они добавили просто огромное количество. Ну и вот больше в этом биомчике я что-то ничего такого интересного не нашел. Ну что же, мы почти у врат к боссу. И вот находимся в этом мире. И посмотрите, здесь какая башня есть. Прям вообще башня Саурона или что-то типа такого. Очень огромная. В принципе, больше в этом биоме ничего такого нет. Здесь нету никаких новых ресурсов. Здесь нету каких-то новых врагов. Хотя, смотрите, табличка. Табличка. Объявление о розыске. Лицо вам не знакомо. Сколько лет этому объявлению? Ну, я думаю, да. Если, представляете, если здесь были разбитые вот эти вот острова на разные кусочки, то реально этому объявлению очень много лет. Давайте откроем вот этот портал. Так, три, по-моему, кусочка нужно, да. Лишнего нужно не брать, чтобы не занимало место просто-напросто. Вот так вот. Сейчас давайте сюда поставим. Есть. Кстати, помните, я разбивал такие светильники? С них мана падала. Крафчу я на 160 единиц маны. А вот падает на 730. Представляете? Это просто нереально круто. Так, ну, давайте, может быть, еще посмотрим. Вдруг, ну, вдруг. Ох, домик. Да-да-да-да. Я вспомнил, ребят. Я знаю, что там продается. Это очень интересная тема, но не сравнится с... Как бы это... Но уникальностью не сравнится. Здесь торговец петами. Ну, или... Да, петами какой-то. Вот этими животными, которые за вами бегают. И посмотрите, здесь двое котят. Есть черные, он дороже. 1200, да. Допустим. Две лягушки, коричневая жаба. Притом, 1200. Почему-то стоит. Есть совы, коричневая сова и черная сова. И белая крыса, и серая крыса. Кстати, серая крыса у меня вот была, помните, да? Но теперь у меня уникальный пет. У меня прям вот уникальнейший пет. Это вот такой вот сгусток энергии. И давайте же, конечно, в эту башню пойдем. Потому что, скорее всего, следующий портал... Опа, это что такое? Следующий портал, скорее всего, там. Лягушку можно... А, кстати... Хм... Нет, нельзя. Блин, здесь просто пальмовые листья. Пальмовые листья дались. Ладно, давайте сходим в башню. Посмотрим, что же в этой башне. Ммм... Воу, здесь еще и страж Гектор. Что вы хотите? А чудовищ просто житя нет. Громоглаз слыхали. Помогите их найти и избавиться. Конечно. Конечно, конечно, избавимся. Пять громоглазов. Без проблем. Ммм... Ну, я не могу пройти мимо вот этого светильника. Крафтится он довольно-таки... Не то, что сложно, а легко. Но в данный момент я не могу его скрасить. Потому что он скрафтится и железо. Железо, как видите, у меня нету. Да, понятное дело. Но зато этих светильников тут на каждом этаже. Я не могу пропустить. И постоянно, куда бы я ни пришел, постоянно начинается ночь. Кстати, еще вот по-хорошему. Вот эту решетку нужно забрать. Да, блин, на самом деле хочется забирать все, что угодно. Потому что все эти... Ммм... Все эти декор... Весь этот декор, он стоит довольно-таки приличного... Ммм... Количества ресурсов. И, типа, если есть халява, если ее можно собирать, почему бы и не пользоваться? Так, ну вот мы пришли на верхний этаж. Вроде бы здесь ничего нет. Но я знаю секрет этой башни. Давайте вот камнем воспользуемся. Я знаю секрет. Он очень простой. Он вот там вот наверху. Давайте решеточку тоже заберем. Так. Ну, вы уже видите, собственно говоря, что здесь. Да, это именно сундучок, который дает нам... И, по-моему, бутылки дал, и салют дал. Вау. Медная перчатка. Рецепт медной перчатки, ребят. Йоу. Медная перчатка. Это какой-то сет открывается, получается, да? Так. Теперь нам нужно в самый низ. Потому что, скорее всего, там есть подземелье. А в этом подземелье, скорее всего, есть врата. Именно туда мне и нужно. Собственно, и туда нас отправили драться. Ладно, здесь я уже не буду. Вау. А здесь что? Такой, знаете, замурованный, засыпанный, да? То есть... Ну, по-моему, ничего тут нету. Хотя... Стоп, стоп, стоп. Такой какой-то странный проход. Так, дальше. У нас здесь есть клетка какая-то. И там дальше... Злые дядьки. Так, здесь у нас... Вот здесь вот клетка. Это, случайно, не секрет ли какой-нибудь? Ну-ка. Нет, это просто... Ха. Типа, где Гарри Поттер сидел. Так. Под лестницей. Так, привет, громоглазы. Давайте переключаемся. И понеслась. Понеслась мясорубка. Но это... Вы помните этих громоглазов? Они очень противные, да? То есть... О, этот... Этот сдох. Вау. Смотрите, это что такое? Новые украшения? То есть... Серьезно, новые украшения. Давайте его тоже соберем. Пригодится. Не знаю, установим себе куда-нибудь. Ха. Че, прикольно на самом деле. Тоже какие-нибудь... Украшения себе сделаем там... Все в таком стиле. Кстати, вот... Посмотрите. Я вижу статуи. Вот это круто. Вот это тема. Смотрите, статуи. Вот... Вот... Вот что нужно моему... Помещению. Это... Так. Кстати, вот это бешенство... Я вспомнил. Оно же в натуре... Делает так, чтобы враги... Встан как бы... И спускались на землю. Йоу. Магия-то крутая на самом деле. Освещение вы видите. Здесь невероятное количество освещения. И, кстати, вот здесь вот есть такой небольшой нюанс. Да, мы можем попытаться здесь что-то... Что-то добыть. Но, скорее всего, там ничего нету, да? Да, как видите. Но... Вот, посмотрите. Видите? Там кто-то ходит. Там ходит скелет-солдат. Но мы сейчас его... Ему сейчас наваляем. Он типа... Типа тут в решетке сдох Ай, 129, да ладно Так тебя завалим И кстати, ах нету Вот в этой клетке никого нету, жалко Но клетку можно тоже забрать Блин, мне нравится прям Я так выхожу и все собираю Так, привет, громоглазы У меня осталось буквально Так, стоп Все на землю Вот крутая магия, вот это крутая магия Все, надо так ей пользоваться То есть я включил ее и они все на землю опустились Так, кстати Кстати, квест я выполнил здесь, посмотрите О, ты кто? Прекрасно, теперь тут станет потише, вот награда 1500 опыта, неплохо И какой-то шар Энергетический кристалл Весь прикол в том, что он меня что За углом ждал что ли здесь Он такой, как он сюда попал, короче Как он сюда попал И самый прикол в том, что Это реально то ли секрет, то ли что Я что-то не понял Тут больше ничего нету И мне получается Надо выбираться обратно, да? Так, ну ладно, окей Я не против, но главное, чтобы мне хватило Каких-либо блоков Ибо блоков-то у меня практически нету Так, да А, вот земля, земля есть Отлично Всегда нужно с собой прям Всегда нужно с собой немножечко земли носить Так Обязательно бутылочку маны сразу ставим Не хватает одного хот-бара Хотелось бы побольше Но ладно уж, раз Сколько есть, столько есть Так, ну-ка дальше что у нас Вот этот данжик, он уже такой Он уже помассивнее, да? Как видите, с какими-то секретами С какими-то переходами С какими-то подземельями Гробницами, не знаю Там, заточением За... Вот, ну-ка Заточением стаража Почему я до сих пор не понимаю Почему он там сидел Так, и опять внизу что-то есть Но туда ли мне нужно? А в принципе я не вижу, что мне Так, а вы можете вот где-нибудь Где-нибудь Вот так вот, да? То есть Так, ну Он еще и спускаться не хочет Вот Вот мелкий засранец Вот серьезно Так, ладно Освещение забрали Этого хватит Жадничать не будем Так, и вниз погнали Потому что здесь где-то Здесь где-то будет Что-то, наверное, интересное Есть, завалили И, ребят, видите В решетке там сидит Там режит лягушка Который точно я не выбивал Синяя лягушка Блин Точнее, не то, что не выбивал Ее Не было в продаже То есть Хм Круто То есть Тоже какое-то уникальное Существо, что ли Или что Прикольно Синяя лягушка Но мне больше нравится Вот этот сгусток энергии Который у меня сейчас Честно говоря Потому что Ну лягушка Это вообще что-то Не очень круто Лавочки Ну-ка Блин, маны нет Вот так Я знаю как Ну ладно Я знаю как мне Есть Отлично Мана Совершенно не Восстанавливается Воу-воу-воу Давай в зарубку Понеслась Он Вообще у меня Какой-то истеричный Персонаж На самом деле Так Есть Отлично Давайте дальше Так Вот это забираем Мана Мана-мана-мана Маны 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 Воу Да что ж ты не бьешь-то А потому что я вот там вот увидел Какой-то тайный Да Я не знаю почему он наводится на Каких-то павших солдатов Еще на что-то Пожалуйста Не нужно ни на кого наводиться Но наводиться А это Ладно Я думал это прям Ммм Какой-то секрет Или еще что-то А это просто Вот Рядом за углом Здесь собственно Давай-давай-давай Умри-умри За углом Собственно И вход Так Это все собираем Денежки Вдруг я смогу Когда-нибудь что-нибудь купить Супер-супер уникальное Вообще огромный дар Ооо Вот это статуя Жесть Вот это статуя Кстати да Я же так же могу Магией полечиться Да То есть Но А Собственно говоря И лечить-то нечего Блин Пришел такой Типа знаете Как Как в музее Ооо А это что за блоки А это что за блоки Ооо Это я тоже заберу Такое Ооо Ха-ха Получается именно так И вот он Портал Но он уже Следующего уровня Он желтый Ребят И смотрите Здесь кот Опять решетка Но с котейкой Где он Оранжевый полосатый кот Можно его использовать И Нифига он здоровый Прикольный Пишите ребят В комментариях Какой пет вам больше нравится Потому что Ну в принципе Мне то все равно С каким ходить А вдруг вам Принципиально Ходи с котом Или что-нибудь такое Или ходи вот С этой красной штукой Раз Два Три Четыре Пять Шесть Хорошо что Хватило А то я боялся Сейчас придется Мне куда-то идти Что-то добывать Еще раз Так 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 И Сюда то есть портал Кстати Блин опять Обычный биом А вот Этот портал Ведет уже К боссу Так что Сейчас мы Попадем К боссу Червивая яма Уровень 10 Ребята И Кстати да Уровень 10 Я уже его Давным-давно Качнул И здесь я Давайте все в силу Качну И есть таланты Давайте прочитаем Прилив адреналина Восстанавливает 5% здоровья После победы над врагом Насмерть При низком запасе здоровья Броня Значительно Укрепляется На 10 секунд Но Не чаще Чем раз в 90 секунд Значит Вот это круче Жизни восполнять Будем Ну что же Давайте Выполним Задание с боссом Я вообще Его проходил Да То есть Этого босса Я убивал Но Есть такой Другой момент В том что Уже очень много Времени прошло И я не знаю Броня улучшается Мм И я не знаю Изменили ли Этого босса Или еще как-то Так что Ребят Не знаю Хвост червя Начнем Вот он и вылез Ребятки Привет Привет Дружочек Так Сначала мы Уворачиваться должны От яда Вот такого Да 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 Окей Окей Бэй Вот такого Бум Теперь он призывает Вот Личинок И свой хвост Я не буду бить Личинок Я убью только хвост Отлично, отлично, отлично И сейчас он, вот И сейчас как раз таки время его бить Давай, наяривай, наяривай Устроим из него просто колбасу Ну все, отлично Теперь дальше продолжили, уворачиваемся Так, я бы ману взял, я бы ману взял немножечко Так Йоу-йоу-йоу-йоу, попали по мне, черт Че стоим Так, опять червяки вылезли И вон, вон, видите его хвост, вон он самый жирный Давайте этих не будем бить, прям сразу же к жирному-жирному хвосту Есть, отлично И куда ты, куда упадешь Так Давай, бешенство И пошел, 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 пошел Мясорубку, давай, давай, давай Ну, в принципе, если в таком темпе все будет идти То в четыре захода где-то примерно То есть еще в два захода Остается, и я его грохну Так, отлично Отлично Че ты мяукаешь? Жирный котяр такой, просто Он, он, кот с мою голову, представляете Так, опять, вон я вижу хвост Давайте к нему Так, вот сюда, куда ты попадешь Есть, отлично Ну, конечно же, за один раз не добьем 161 кри даже проходит Ну, понятно, еще раз Как видите, босс не очень сложный На самом деле, вот Задание с этими Стихи Субстанциями Неизведанными Где мне красную такую Субстанцию дали Там было намного сложнее Вот честно Босса, к сожалению, не изменили никак Он вообще не изменился Ну, прям вот вообще Так что, ну, не знаю Могли бы уж, конечно Что-то-то поправить Потому что Он очень легкий Он легкий Легкий Давай, добивай Все, по-моему, все Ииии Эта вся жижа утекла И тут куча-куча-куча наград Мне выдали Давайте все подберем Они вон там внизу валяются И здесь С него также падает Ай-яй-яй-яй Не засасывайте меня сюда Так, здесь также падает Вроде бы рецепт Да, вот видите Как у меня даже рюкзаки Некоторые, помню Рецепт ракеты Я не знаю, что это такое Так, потом Следующий рецепт У нас получается Ядовитый дождь Используется Чтобы выучить Новый рецепт Я так понимаю Это броня Ой, магия какая-то Ядовитый дождь Волшебное зеркало Это что такое? Используйте Рецепт Волшебное зеркало Блин, какие-то предметы странные Хрустальный блок, ребят Может это декорный И тому подобное Ну и в принципе все То есть здесь мы уже Ну, а вот еще Еще что-то валяется А, вон еще монетка валяется Так, вроде бы я все собрал Так, и куда мне сейчас телепортнет? Я вот не помню, честно говоря Но, по-моему, мне кажется Так А, что я... А, вот Пальмовый залив Уровень 1 Первый, по-моему, меня сейчас домой Прямо и телепортнет Сейчас и посмотрим Ах, нет, ребят Пальмовый залив Не уровень 1 А уровень 10 Меня на новый Биом Перетелепортнул Давайте посмотрим А, ну да Вот так вот я прошел То есть Насквозь И попал как бы На следующий уровень И локации И тому подобное Потому что вот здесь вот тоже Надо будет побегать Посмотреть Может там что-то интересное есть Но здесь уже новые Новые локации Новые возможности Пальмы, ребят Пальмы, да И новые монстрики Даже вон, видите Там я вижу Хребет огромной черепахи Круто Очень круто Новые порталы Все желтого цвета Так Что здесь у нас есть в мире? Давайте посмотрим Просто интересно Фиолетовая слизь Ядовитая личинка Рептилия мак Зеленый крас Крастар Базальтовый блок И песчаный блок Базальтовый блок Мне по-моему Пригодится для модернизации Блдом Для модернизации Следующего уровня Если я не ошибаюсь Вот этот базальтовый блок Да И из него Очень много Очень много Всяческих новых материалов Можно делать Странная штука Это волшебное зеркало Телепортирует вас На домашний остров И обратно Ну типа В чем прикол Если я и так могу Телепортироваться Через карту Ну что ж В принципе и все На этом я сегодня закончу Дальше мы уже продолжим Исследовать новые биомы И открывать новые земли Скорее всего Дальше мы найдем железо И уже будем крафтить Добывать железо И крафтить себе новую броню И вообще Все по новой По новой собираться Так что спасибо вам За просмотр Всем всего удачи И пока